Это загоны Загоны И мы тут будем сейчас рассказывать Про то, как мы загоняемся О чем мы загоняемся В сексе, в отношениях или с девушками Мы выбрали такую тему Значит, да, и кто начнет Давай я начну Мы вообще, конечно, наступаем на тонкий лед Да, тонкий лед Во-первых, нам сейчас напишут Давай сначала начнем Во-первых, напишут, зачем это пошлость Друзья, никакой пошлости Хотя нет Почему никакой пошлости Очень много пошлости Отлично, погнали Дайте вставку с Михалковым Звенящая пошлость Короче, в общем, загоны Почему мы решили об этом поговорить Потому что я лично увидел довольно много Разных шоу Где девушки собираются Также на подкасте И разговаривают Об отношениях, о сексе В основном они просто член, 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 член Сколько это членов? Осуждаю его за это Много Нет, в основном там все так Осуждаю, осуждаю В общем, и Я увидел По Своему блогу Что Как только я поднимаю эту тему Все сразу Ой, зачем вы об этом говорите Мужчина не должен об этом говорить Короче В смысле? Я решил об этом поговорить Ну, как только ты поднимаешь тему секса Отношений Мужчина не должен об этом говорить? Почему? Да, он не должен там что-то рассказывать Почему он должен сидеть Молчать? Не знаю Короче, мы будем разговаривать О загонах Один из загонов Который я тут недавно поднимал У меня есть такой загон Значит С какого-то момента Женщин моих Которые у меня были Стало интересовать Состояние моих Пяток Значит Произошло это совершенно случайно Значит Первый раз я узнал о том Что у меня что-то не в порядке С пятками Перед свадьбой Перед свадьбой Я об этом узнал Потому что Сколько тебе лет было Когда ты первый раз узнал Что у тебя что-то не в порядке 24 Сколько? 23 Сколько я женился 23, 24 23, 24 Где-то Я не помню Какой это был год Если честно Значит И мне жена говорит Будущее Говорит Давай Сделаем тебе педикюр Я помню Значит Берут мою ногу И это был не станок, не машинка делали А делали вручную Я помню, что женщина, которая делала педикюр Берёт мою ногу, берёт какой-то такой скальпель И она как картошку Она распарилась И у меня с пяток летит просто как картошку чистится Вот такая гора какой-то штуки Я встаю после этого на ковёр И перестал ходить Это было в отеле То есть нас готовили перед свадьбой И я встаю на ковёр И вдруг я чувствую ногами, подошвой Чувствую ковёр И такой вау У меня стало щекотно И вот с того времени началось Что оказывается у меня есть какой-то связанный момент Что я видимо за ними не очень ухаживаю Но об этом узнал где-то в 23-24 года Следующая история произошла также уже дальше В браке, когда я уехал куда-то Вот сам за город И приехал такой оброшенный весь Там заросший Ногти Я пошёл, собственно, вниз в салон И я сажусь в кресло Я никогда не ходил на педикюр в салон И вот тут впервые пошёл Значит, я сажусь в кресло А там оно двигается всячески Я сажусь в развалистую позу Значит, меня поднимают И входит девушка в халате А я настолько был зелёный тогда Что для меня женщина в халате Дверь она закрывает У меня сразу сексуальная фантазия Типа, я хочу эту женщину И она, значит, садится А как иначе? Я выше, она ниже Она берёт мою ногу и говорит Да, это хорошо, что вы Мужчина, ходите на педикюр Потому что Когда вы в постели царапаете Нас своими ногами Это не очень И вдруг, когда она держит мою ногу Не представляете, у меня У меня встал Извините, но это правда так Вопрос Встал вопрос Нет, я такой думаю Мы что сейчас трахаемся здесь Потому что она так это сказала Что я, ну, я Это я тогда Сейчас объясняю Я тогда был очень зелёный И мне просто, видимо, хотелось секса Я только одного понять не могу Вот во всём этом Чем пятки мешают? Подожди, да Нет, подожди, понятно Знаешь, мужики редко стригут ногти на ногах Это как бы надо признаться Редко Редко, потому что Как бы это заёбно не нравится Когда уже отросли Вот настолько Тогда можно постричь Это понятно Всё ногтями Как бы неудобно Понятно ногами Но пятки Это как надо тереться Пятками, чтобы они царапали ноги Дальше рассказываю Короче, об этом я узнал Но стало всё проявляться Уже я развёлся И стало проявляться следующее Проблема стала проявляться Да, стала проявляться проблема Следующая То есть у меня нет такого Что у меня там Пятки Можно стоять на Как сказать На скользком полу И ты будешь стоять уверенно Они не в таком ужасном состоянии были Но все мне стали Обращать внимание На пятки Мазать мне пятки стали Я, короче, стал ходить на педикюр Я стал ходить на педикюр Каждую почти неделю Или каждые две недели Я ходил на педикюр И я всё равно, значит, прихожу И у меня там Вот нам идёт секс Раздевает женщина И такая Ой, пяточки сухие Я такой думаю Да, блядь Я уже их обмазал Я уже сходил Ну, то есть Сколько раз я должен ходить на педикюр Это не дешёвая процедура Я думаю Сколько я должен ходить Раз в три дня Сколько литров крема Ты должен втереть в пятки Я не втирал Подожди Я не втирал Я не знал об этом Стал втирать И всё встало на свои места Вот У меня сейчас загон такой Я сейчас тебе говорю Загон-то длинный Сейчас у меня загон такой Я сейчас каждое утро День и вечер Ну, день это Если куда-то собираюсь идти Но обычно утро и вечер Я мажу пятки кремом Потому что Не вдруг секс А штука в том Что если я не буду мазать То они будут сухие Не-не-не Стойкий лавельный солдатик Должен быть всегда готов На всякий случай Пяточки мазать всегда Смотри, как происходит Возить с собой резервативы Подожди Подожди Подождите Загон-то в чём заключается Потому что если я их не буду мазать То момент, когда я их, допустим, не мажу И вдруг намазал Они у меня всё равно мягкими не станут И опять мне скажут Опять Сухие пятки Опять сухие пятки Поэтому у меня сейчас загон такой Утро, день и вечер Я мажу кремом Вот такой у меня загон Какой кошмар Вот И поэтому я по этому поводу загоняюсь Многие девчонки писали Вот Типа Женщинам надо приготовить Всё тело Вот ты загоняешься по поводу каких-то вещей Неухоженности Ну, назовём так На что ты обращаешь внимание Вот я был такой Что ты встречаешь женщину Она такая У тебя маникюр сделан У неё нет Знаешь, нет Такого не бывало Скорее, строго наоборот Так Вот, нет Ну, обычно я, конечно, там За ногтями слежу Нет, это извечный вопрос И вопрос, значит Относящийся вот к этим разрядам Типа Настоящий ты мужик Или ненастоящий Человек Что брить? А что не брить? Я ждал этого Точнее, смотри Это На самом деле На сегодняшний день Для меня это вообще не загон Я уже давно определился Что брить, что не брить Начнём с чего? Делать Делать как бы Типа так, как тебе самому Пойдём отсюда Туда Да, давай сверху вниз Или снизу вверх Ноги бреешь? Нет Ну, потому что Грудь брил? С моими ногами? Нет Я видел Я помню Я жил с одним чуваком В общаге Когда ещё учился И он, короче По ночам подрабатывал Стриптизёром В каком-то дешманском клубе И он однажды Ему кто-то сказал Типа, ну чё Ты что Стриптиз Тебя надо побриться Он побрил ноги У него жутко волосатые ноги были Прямо как у меня И я помню Была ночь Когда они стали У него, сука, отрастать Я сплю И я просыпаюсь До того, что он Во сне чешется Это было очень громко Это вот просто продолжалось Всю ночь И я Господи, какой стыд Какой позор Так, давай По поводу Что брить, что не брить Ты загоняешься По каким-то вещам Что брить, что не брить Нет, раньше Раньше загонялся Что за загон, давай Раньше было так Я был ещё мелкий И я думал Ну как, ну типа Если мужик То ты не должен брить Ни подмыхи себе Ни яйца, ничего Ты как бы вот Волосатая обезьяна Ублюдок просто Но это проделалось Недолго До лет 23, наверное Потом я уже Осознал как бы Что это неприятно В общем-то Ни тебе, ни женщинам Вот И естественно Потом как бы Шли градации Так Что Давай Ты резкий Значит смотри Как Зохан завещал Великий Зохан Он говорил Не-не-не-не-не Не важен размер Важно сколько ты волос оставишь Пусть там будет большой куст Господи Я когда-то тоже так думал Чудная тема Отличная тема Нет На самом деле Выяснилось Просто чтобы Дальше разгонять Выяснилось Что на самом деле Нужно поступать Очень просто Так как комфортно тебе Во-первых Комфортно тебе Брить подмыхи Бри Лучше брить Вот лучше брить Серьезно Ну ты понимаешь Загон-то в чем Так Я пытаюсь объяснить Что он был Но его уже не стало К этому времени Сейчас ты загоняешь Ты такой Я не бритый Типа там А нет Вот так Типа я такой Слушай нет Если так происходит Я думаю Нет Это конечно нехорошо Ну ладно То есть нет загона Практически 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 Но раньше был Я думал Так Это же если я вот сейчас Возьму бритву Возьму И побрею яйца Так это же я геем стану Сразу же Автоматически Ну как сказать Мне же говорили все Ну как Мужики не брезь О господи Ну на сегодняшний день Я принял то Что я автоматически могу Стать геем в любой момент И меня это не парит Загона нет Фух Так Мы будем продолжать Или мы сделаем Вторую часть загонов Да что Давай продолжать В этом же Конечно В дубле Конечно Конечно Еще по одному Подожди Ну на самом то деле Чего Если серьезно Подмыхи яйца Нет У меня нет проблем У меня просто Смотри У меня в этом смысле Сейчас нет проблем У меня И что же С возрастом Меньше проблем Нарисовался просто У меня нарисовался Ряд партнеров Постоянных Поэтому Извините Господи Что-то у меня Твоя история Твоя история Вскрыла У меня У меня образовалась Постоянная партнерша Поэтому Их История С Подмышками Возбуждает Небритость Возбуждает И бридость Это одно Яйца чистые Все окей То есть тут В этом смысле Как бы загонов Главное Чтобы пятки в порядке Были И пятки У меня в пятки В порядке Пятки в порядке Что касается Значит Давай еще какую-нибудь Давай Значит у меня История такая Ты я так понимаю Уже нашел себе Кого-то В плане У тебя есть какой-то Постоянный партнер Да Есть Есть в целом Значит Как у меня происходили Договоры С женщиной Значит Загон был такой Писало огромное количество Женщин Которые говорили Типа Пойдем Скорее на свидание Я говорил нет Я на свидание не хожу Я хожу Только Мы занимаемся Только сексом И вот этот момент Прямо сказать Вот этой вот женщине Что мы занимаемся Сексом Потому что Они все время писали Вот я там Значит Хотела бы с тобой Куда-то сходить Там можно провести Вечер Я говорю Я нет И они говорят Почему И мне было сложно Сказать Ну вот Короче Только Only sex И потом Тоже возникал у них вопрос А почему Вот Это было очень сложно Просто Объяснить Почему То есть Это надо выстроить Целую схему Как объяснить Человеку Почему Ну это долго Объяснять Да И ты такой думаешь А можно как-то Причем Когда она тебе написала Ты уже Я уже такой Блин А может быть Сходить Может быть А может быть Потом понимаю Что нет Она будет потом Мне все равно То есть Свидание Потом почему-то Не пишешь Почему мы не держим Все за ручки И В какой-то момент Так образовалось Что я нашел Потому что Мне говорили Что вот Женщины Они отличаются От мужчин У них вот этого Всего нет Они секса не хотят И Женщина сразу Влюбляется Привязывается У нее сразу Как только Она вступает Половую связь Случается Химический контакт И она все навсегда твоя И генетически Что-то там изменяется И так далее Я нашел таких женщин Которые Ничего не изменялось Мы четко договаривались Во сколько Когда У кого У меня У тебя Спим вместе Ну в смысле Остаемся на ночь Не спим Какие презервативы Дошло однажды до того Что он говорит Мне нужны латексные Английские презервативы Я говорю Хорошо Давай закажем На озоне Они будут идти Там пару суток Поэтому мы встретимся Когда придут Потом Лубрикант Какой Такой 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 Этот не подходит Нужно такой Заказываем У тебя есть свой Привози То есть Так мне Одна подруга Когда-то сказала Говорит Я не знаю Саша Что делать Дюрксы пропали С продажи Дюрксы дрянь Понимаешь А ей вот только Это как бы подходило Она не знала Что делать А ну Сейчас все есть Замечательно Короче Вот И это Это прикольно Вот такие есть А загон подожди В чем Загон заключался В том Что у меня долгое время Я вот Я как бы Хотел сказать Что у меня Только секс Но я как бы Не понимал как Я загонялся По поводу того Блин Стеснялся Что на тебя Не так Подум Нет Что я обижу Тем Ну да Да В том-то и дело Обидишь Конечно И не могу И как бы Сказать прямо То есть я говорил Как Я загонялся И говорил Что Я и на свидание Не хожу И объяснял Что Но с женщинами Встречаюсь Вот такое у меня было Я не мог Я вот как-то Не мог сразу Женщине сказать Типа Только секс Мне казалось Что если я так скажу То получится Что я как будто Сразу ее Сексуально домогаюсь И ты И ты Сразу Мудак Естественно Ну да И там Знаешь Напишут О Это что Такое Я вот Мне больше всего Не хотелось Чтобы знаешь Возникло такое Типа Он там Меня сразу Это как-то Сексуально Объективизирует Просто Для меня такая вещь Я либо с женщиной Работаю Либо с женщиной Сплю Вот у меня Разделяется У тебя есть много Друзей Женщин Которых бы ты не хотел Трахнуть Я помню Помню Другую Нет Ты ответь на вопрос У тебя много друзей Женщин Друзей Женщин Которых бы ты Не хотел Трахнуть Я по-моему Один-два человека Вот А остальных Он хочет Трахнуть Поэтому Во френдзоне Он вас хочет Трахнуть Я тоже Но это не значит Что я это начну делать Осуществлять Прямо сейчас Может быть Попозже Вот это В этом и проблема Все они думают Вот ходят эти Спермобаки Только И хотят Там это Прису Только они думают О сексе Нет Мы о нем еще и говорим Подкасты пишем Подкасты пишем Потому что Я ненавижу Знаешь Я ненавижу Морализаторов Вот тебе Начинать сюда Написывает сразу Обязательно Тысяча лайков И комментариев Как вообще Об этом можно говорить Зато Посмотрите Сидят два человека У которых бриты яйца Автоматически Геями сразу стали Загон такой Он на самом деле Да Он был раньше И сейчас Это Типа В какой момент Приступать к сексу Это же Вот смотри Как бы Пригласить женщину К себе Как бы что-то Просто смотри Это очень тонкая Такая материя Вы общаетесь Там можете пить Вино можете не пить Как-то да Все хорошо Там что-то Может быть Знаешь Самое главное препятствие Здесь в какой-то момент Начинается Когда очень интересная Беседа становится Вот это А еще секса у вас не было Да То есть это мы говорим Про Первый раз Или там какой-то Один раз Ну понятно Важно Если очень интересно Становится беседа Но вы при этом Извини Но вы при этом Нет такого Что вот как у меня Типа мы тут Для секса А вы как бы Секс намечается И вы этого Понимаете Все понимают Все все понимают Но вы тут Для чего-то другого Ну мы как бы Разговариваем Мы общаемся И вот пока Это тянется разговор И в какой-то момент Ты уже начинаешь Понимать Что как бы ну Как бы Как бы ты Всем вам неинтересно Было беседовать В этих интеллектуальных Высоких художественных темах Ну как бы Пора уже переходить к делу Но ты Как бы из-за того Что это происходит Не как-то не знаешь Не как в кино Они смотрели Друг на друга Замолчали Долгая пауза Да И их губы Постянулись друг к другу Не-не-не-не-не Обычно ты как бы Стоишь и думаешь Как бы это вот сейчас Беседу Нашу Перевести в русло Или не перевести Или может быть Замолчать Или что Или сказать Или сказать прямо Господи Это боже мой Вот всегда Этот момент Я не знаю Вот мне Сколько лет было Когда там Мне было 18 Так И сейчас Мне 36 Вот примерно Эта же проблема Стала Да понятно Что я сейчас Как бы Не чувствую себя Как 18 лет Но все равно Вот этот вот момент У меня была история По поводу твоего загона Тоже Была такая история Но это когда я пил Ну потому что когда я пил Тоже мне не было такого Я не выставлялся сразу Что мы будем заниматься сексом Значит когда я пил У меня была такая история Что Я вдруг Пришла вот этот вот Момент Я с ней разговариваю Такой думаю Блядь Какая умная женщина Зачем я буду ее трахать Лучше не поболтаю Я Но я знаю Что можно так женщину обидеть Просто ты почему-то Разделяешь всегда эти вещи Подожди Нет Я имею в виду Что знаешь Я понимал Что тоже Я тоже понимал В какой момент надо А я в моменте Находясь Такой думаю Блин какая умная Мне сейчас интересно С ней поболтать То есть Я думаю Да и Потом Трахаю Да я поболтаю Но я знаю Что можно обидеть Поэтому по-моему Мы чем-то занялись Все-таки В итоге А вторая история была Это вот когда ты говоришь Про загон Может так и сказать Была история такая Я написал женщине Я писал так всегда Приезжай Попьем вина Сегодня вечером У меня Многие приезжали И многие понимали Что попьем вина Значит Займемся сексом Это всегда значит Займемся сексом Мы пили вино Слушали музыку Смотрели кино Занимались сексом Все было понятно Но вот этот момент Попьем вина Звучал как некий Приглашение на секс Вечером приезжать К мужику Пить вино В его квартире Просто посмотреть Нет Не фильм Я говорю Попить вина Вот этот был мой Такой загон Заход И короче Была история Однажды такая Ко мне приезжает Типа у нас Типа у нас все будет А если нет То Я говорю Ну я все понял Все хорошо Он говорит А у тебя есть что-нибудь поесть Я говорю Только пельмени Она говорит Ну пошли Она съела мои пельмени И свалила Посидела у меня До того Пока свели мосты И уехала Не забуду Не прощу И вот тогда Ты почувствовал Себя использованием Просто Если бы тебя Просто трахнули И уехали Понимаешь Да Вот так А то только Пельмени съела И я такой Ну понимаешь Если я вот к мужчине Вот я там знаешь И она мне начала Про бывших своих Рассказать Думаю Да и нахер Я спрошу Мне интересно Если ты не нравился Чего она поехала Музыку послушать Я не может Выпить вина Я Слушай Вот кивают Я просто попал На тех Кто ходит Слушать музыку И пить вино Нет музыку слушать Это замечательно Но все таки А что-то еще Еще Кстати вот для этого момента Переходного Этого тонкого есть Не ну на самом деле Правильно Штука в том Что я знаю Что такое нет Я не насильник В этом штуке Что типа Мне говорят нет Это я шучу Мое состояние Понятно Что я Не то что охладеваю к женщине Я говорю А окей Я значит Ну я не Я не настроен тогда Каждую минуту Понимаете Вот о чем Саша говорит Ты в этот момент разговора Ты Женщина Это сторона принимающая Извините дамы Вы принимающая сторона А мы мужчины Должны Проявлять некую активность Поэтому Почему говорит Саша Про вот этот вот момент Когда начать Когда это сделать Когда Сейчас Не сейчас Когда Потому что Ты мужчина Должен понять этот момент Очень редко Когда женщина подходила И говорила Давайте еще Страх Ну ты такой Блин Слушай Подожди Обычно всегда теряешься В такие моменты О Слушай У меня была такая история Вы меня объективизируете сейчас У меня была такая история У меня была такая история Я провожал девчонку Из бара Все Мне надо ехать домой Что-то девчонки сидят Мы выезжаем из бара Шляпа Я говорю Слушайте Я заказываю Тачку Мне типа Через мост Но я могу Типа Подвезти Всех Да давай Мы заказываем такси Через Через два адреса Я везу Значит Подружку И она выходит И довожу Вот эту вот девочку Которую Ну она мне понравилась Но я ее довожу И вдруг В моменте Когда выходить Она вообще Все И вот так вот Я такой Отпуская таксиста Понимаю Что я могу заказать сейчас еще такси Это вот лето И я такой понимаю Что мне надо ее поднять наверх А женщина практически В бессознательном состоянии Мы ведем Я ее такую Довожу И так далее Заходим Открываем дверь Она такая Вот я тут живу Говорит Подожди И уходит в ванную Думаю Надо дождаться Потому что человек может Но он пьяный Я тоже нетрезвый Но я в этом смысле Такой немножко сразу Ответственный за женщину Из лучших побуждений Да И короче Я такой Стал присматриваться Смотрю У нее такое Значит Вот эти женские истории Значит Это вот такая чаша С гондонами Такой Молодец Я одобряю Очень хорошо Удобно Какая-то фалоса Стоит Такой Намечатель Нормальный Молодец Такая активная девочка Вот Появляется она Из ванной комнаты Появляется такая Выходит и говорит Трахни меня Понимаете Свет горит Раннее утро Я такой уже Как бы уже Потерял все надежды На секс Ну то есть Я в баре сидел Для того чтобы кого-то снять Вот этот момент Вот этого флера Когда ты в таком Романтизме Таком Таком Я в кино Таком Уже ушел Свет яркий Ты такой И она Трахни меня И такой Вау Подожди Типа Подожди Все нормально Давай Подожди Что такое Давай Я как бы не привык К тому Что вот так Она говорит Ты что не мужик И тут я Вот тут я обиделся И тут я обиделся Я говорю Да Слушай Ну ты типа А я не очень На тот момент У нас был сильный На самом деле Разрыв в алкогольном Опьянении Я понимал Что она Ну вот В бессознательном состоянии Я такой Все Я говорю Извини Извини Я очень обиделся Я это не сказал Я говорю Извини Я пошел Я вышел Она говорит Ты не мужик А что не можешь Меня оттрахнуть Я такой Я потом ехал И думал А ты что не мужик Не мог оттрахнуть что ли Ты что Не мужик Я вот Вот это был мой Загон Отчеве Отчеве Да Пора Пора конечно Завязывать С этими загонами Вот че Слушай Кстати Вот для этого Тонкого момента Когда уже Собственно Перейти к сексу У всех Есть там Помнишь У Довлатова Он придумал себе фразу Типа Как женщину Там с вечеринки Увести Он говорил Хотите Сбежим куда-нибудь С вами Оказаться Мы максимально уверены Да Не Я придумал Такую фразочку Вот Типа не знаю Знаешь Чтобы она была Типа И как бы Мягко подводила Но при этом Как бы С долей Типа Некоторого нахальства Так Давай В какой-то момент Возникла пауза Да И сказать А тебе не кажется Что настал Тут неловкий момент Когда надо Прекращать Разговаривать И начинать целоваться У меня по-другому У меня была Такая история Найс У меня такая история Была Я с провокацией Всегда к женщине Говорю Чё ты целоваться Не хочешь Я всегда провоцирую Немножко Чё в смысле Хочу И всё А ещё У меня такая штука Тоже Я у Довлатова Это подцепил Типа быть уверенным Если я в какой-то момент Чувствую Что я хочу Женщину поцеловать Такой Пойду Даже если я её не знаю Вот И В какой-то момент Я ошибся Женщина Мне показалось Что я увидел Зелёный свет Я был неправ Ну да Это из Довлатова Ну что По поводу загонов Как считаешь На сегодня хватит Друзья Если вам понравилась Такая рубрика Рубрика Загоны То Напоминаю Сейчас всё очень просто У меня сейчас Всё очень просто Тысяча лайков Мы продолжаем Нет тысячи лайков Я опять придумываю Новый формат Я вот сумасшедший человек Тысяча лайков Мы продолжаем Формат загонов Пишите Кстати Давайте так Тоже Самый залайканный Загон Мы обсудим И вообще Пишите в комментариях Есть ли у вас Какие-то Свои Загоны По поводу Отношений Женщин И секса Мы это почитаем И возможно Обсудим Вот в таких вот В вещах Связанных Разговорном формате Читая ваши Комментарии Если их наберётся Хотя бы Десяточек Двадцаточек А этот безумный человек Если будет мало лайков Придумает Новый формат И так каждый раз А мне вообще по барабану Я просто Прихожу сюда Еще какую-нибудь Тема Давай Сейчас про музыку Попиздим Спасибо большое Это была рубрика Загоны Не загоняйтесь Пейте чаёчек Ходите на рыбалку Мойтесь в баньке Слушайте маму Мойте руки Тушите овощи Спите крепко Что ещё Какие-нибудь мудрые цитаты С Теттема есть у тебя Ну Брейте яйца Договор Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому